Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эмпайр против Альянс Сегодня 18-15 сет Ну а сама трансляция С Астраладр Европы Начнется в 17 сет И опять-таки Напомню еще раз Три игры нас ждет XGKZ против нам везет Мы играем Потом Эмпайр против Альянс Ну и Тим Тинкер Против Альянс Да, все озвучил Красавчик Что, пики Пейсли сводит фурион Для Cloud9 EG забирают тебе Джокира и Нагу Сирену По-моему Артизи хочет победить Судя по всему В этой катке Есть Джокира и Нага Сирена Нага Сирена Очень редко на ней Проигрывает Артур Ну а там в бане Ликантроп Doom Тускара Забаннили Cloud9 Это что? Это какой-то прикол? Ну это Кстати они обсуждали Там в чате И Тускара брали Ребята из Evil Geniuses И играли с ними В чате тоже Они там шутки Шутили про этого героя Так что вполне возможно Действительно был Какой-то план На этого героя брать То есть Все может быть Не, ну это жестко Ну а почему бы и нет? Хороший герой Чем тебе не нравится? Не, герой великолепный Но в цейме редко появляется Это, это да Это жаль У меня на нем 0% винрейт На этом героя Если что Я очень часто Я очень редко Хвастаюсь своими достижениями Но у меня на этом герой 0% винрейт Ровно 0 А у тебя Какой винрейт на Тускаре? А я на нем Не играл Во мне разу Тут два Ты вообще знаешь его скиллы? Да Шарды Сигель Катица И Валрус Пунч Я же вижу Когда меня убивают Я читаю Что меня убили Так что Shadow Shaman И снова Фурион Shadow Shaman Ну на этот раз Правда Эти герои У другой команды Скажем так Да То есть обычно Мы у ЕГЭ Видим набор этих героев Ты видел факты с твиттера Что Визейдж Это единственный герой Который не имеет тени И не отображается Уходя Да Очень интересно стало Интересно Это Ну Типа Так было Задумано Или Это недоработка Какая-то Ну типа Походу Так задумано Он же типа Костя Может быть Он что-то там Значит Я не знаю Ну что Третий пик От Evil Genius Что будут добирать К Нагину Нагаты отправятся В мид Скорее всего Хотя Артизи могут Отпять отправить На изи Пофармить Как это было По-моему В одной из первых встреч Ну Да Это было у нас Вчера Они играли Против Я забыл Против кого Да Давай не будем Споминать Против кого Они вчера играли Потому что Они слишком много Против кого Вчера играли Да Вот с кем Именно Я вот не помню Действительно Был тот самый матч Где играл Артизи на Наге Ну собственно Вы можете найти В ютубе Либо Либо в других местах В общем доступе В нашем ютуб канале Все воды Конечно же Есть Всеми вами Любимый Из чата Товарищ Томас Конечно же Следит за тем Чтобы все воды Появлялись вовремя За что им огромное Спасибо И Молодец Работает Нормально я похвалил Нормально Думаешь не перехвалил Днарь забыл добавить Днарь Во Правильно Чтобы все стало На своем Днарь Да Да Ну то реально Зазнается Хватит нам одного Зазнавшегося Да Не будем показывать Пальцем Ну что же Четвертый пик команды Cloud9 Кто это будет Кто это будет Судя по такому Сильному Пушу Есть Фейслис Войт Я думаю Войда Отправят Фармить Вряд ли Это будет Оффлейнер У них Фурион Подожди Да Есть Фурион Оффлейн Поэтому Это либо Мид Либо Фарм Кто нужен Нужен еще Один Саппорт И Либо Мидер Либо Керри Вот он Винга ФНГ Подселился Ближе К наверное Cloud9 Сегодня В отеле И нашептал Походу Энви О том Что надо Брать Винга Потому что Винга Это очень Сильный Герой Для начала Игры У него Стан Есть Ждем Ждем Четвертый Пик Все Никого Не могли К Артуру Подселить Все эти Годы В отель Нашептал Про Стан Что-то Ну вот и все Что Я не знаю Насколько будут рады ЕГЭ Если они выиграют Эту катку Потому что Ну Действительно Закончится Это для них Понимаешь Закончится Да Мучение Так я тут читаю Журнал сейчас Параллельно И там пишут Что в Корее Кока-кола Начала продаваться С Студия Riot Games Заключила контракт С компанией Кока-кола Теперь на некоторых Бутылках кока-колы Будут красоваться Герои из лигов Legends Ла-бла-бла Как тебе это Короче Уважаемые 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 Зрители Я знаю вас много Я знаю вас больше 35 тысяч Все срочно Перекуем на Pepsi Все срочно Перекуем на Pepsi Все покупаем Исключительно Pepsi Ибо Кока-кола Продалась Riot Все Все Блин Ну это Не лучше не на Pepsi А знаешь Вот Я знаю что в Украине В России Точно есть Живчик Живчик Это первое Не есть такие В общаге Да когда мы Там вот любили Бухать Ну там разные Дешевые вещи Мы их назвали Не Кока-кола Есть Кока-кола Есть Рыгла-кола Ну знаешь Колы местного производства Я понял О чем ты понял Рыгла-колы Вот Это когда Кока-кола Стоит там Я не знаю В три раза дороже Кока-кола Кока-кола Которая стоит За двухлитровую бутылку Там ну В 8 гривен Не знаю Пол доллара Там да Или 30 центов Да Так что Все Отныне мы не все Не покупаем Кока-колу Мы покупаем Рыгла-колу Или Пепси Может быть Их прибыли За счет дотеров Так упадут Что они Откажутся Да прикинь Клори Сейчас начнут Пить Да Да На Ягу Переходите 1x пишет Это чистая правда Ember Spirit От Cloud9 Пятым пиком Ждем пятый Последний пик От команды Evil Geniuses Что же это будет Сервис Team Скоро могут завести Кино и сериалы Не могу дождаться Спасибо Музыку уже завели Блин Если кино и сериалы Заведут Так это же вообще Кроме Steam На компе Нафиг ничего не надо Просто Вообще ничего Тупо Steam И скайп Все Пугна Evil Geniuses Добирай Артизи на пугне Погнали Погнали Сейчас будет Веселая дота Вот Вот сейчас будет Именно веселая Веселая дота Ember Пикался тупо Чтобы законтрить Нагу А Нага Саппорт Да Тут саппорт Нага Пипеди И вот так вот Второй раз Второй день подряд Опять таки Так же играют Ребята из команды ЕГ Причем вчера Они играли так дважды У них Нага Возьмет свой шестой левел Она соберет Какую-то там Не знаю Аквилу Или чем она там Будет помогать Аурой И все От нее нужен Только Слип Все Слип и рептайд Все Минус армор Больше ничего не надо А тут будет идти Фир просто На тайде Быковать Джакиро Кстати Слушай А на ком Будет играть Тогда Юниверс Или это будет Фармящий Да Юниверс Джакиро В офлэне Так как они Пару раз Делали То есть Джакиро Который Будет реально Бить Крипов Вилат Говоря Команде Егэ Говоря Пару раз Так делали Ты по-любому Попадаешь Потому что Эти типы Делали Все Ну да Это Просто Стопроцентный Финят Они Пару раз Делали Ну Типа Окей Да Они На этом Окей Даже если Мы Они Пару раз Так делали На этом Турнире Ты Все равно Будешь Правда Потому что Ну да Делали Они Так Пару раз На этом Турнире И что Так На спаузу У нас Кто-то Войд Отвалился Ну Ничего Вернется Какие Его Годы Конечно же Вернется Хотя Может Он Решил Все Я Ливаю Полностью Догадываются Что Уже Бедой Попахивает Блин Ну Артизи Будет Я не знаю Нереальный Респект Если Они По Лузерам Пройдут И Выиграют Гранд Финал В таком Формате Комбэкнуть Одно Боу Три Выиграть Второе Это Жуть Да Причем До этого Еще надо было Выиграть 12 Разных Матчей Да И не Против Фаршей Каких-то А если Что Там Были ХГТ Нави Вичи Гейминг Или Нет Или Ньюби У них Были Не У них Были Ньюби Так И Вичи Гейминг У них Были И Вичи Гейминг И Ньюби Это Ой Жуть Это Жуть Ну Что Вернуться У нас Ппд Будем Надеяться Что Не Будет У Команда Иг Опять Компы Ребутация Или Какая-то Там Хрень Разная Происходить Что-то Пошло Не Так Опять Вроде Уже Были На Грани Старта Но Что-то Опять Пошло Не Так Клик Чат Бар Окей И Что Дальше Это Не Попросили Чат 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 Исис Да ЕГ нам Подарили Конечно Два дня Великолепные Доты Реально Отборная Дота Была Потому Что Ну Зачастую Хорошая Дота Разбавляется Вчера У нас Было 12 часов Эфира Китайской Доты Скажу Честно Если бы Там Не было ЕГ Мы бы Не Выдержали Я реально Уверен Что Мы бы Не Выдержали А так Было Всегда Весело Было Всегда Задорно Была Дискотека На кондиционере Повесился Да Вот Видите Повесился На кондиционере Там Кстати Это Можно Реально Сделать Да У нас Такой Провод Нормальный Висит Берешься Вокруг шеи И прям Вот так Просто Падаешь Со стула На бок И все И висишь Краткий Суицид Гайд От StarLazerTV Та-ра-та-там Там-та-там У нас Бывают Минутки Расизма Минутки Сексизма Вот сейчас Краткий Гайд И И бывают Часики Дебилизма Еще Иногда У нас Ну а это Это чаще всего У нас бывает Часик Дебилизма На StarLazerTV У нас чаще Точнее реже Вой часик Не дебилизма На него Просто надо попадать И не каждый Его еще видел Годик Дебилизма Да Годики Я бы даже сказал Годики Дебилизма Десятый сезон Дебилизма Здравствуйте Мы продолжаем Они научились Чувак Это скриншот Срочно Что что Я думаю Что игрок Делал именно скриншот И отправил его в фейсбук Они поставили счет И Пайлайдай Поставил вард На базе Мне кажется Это как то связано А почему счет 1-0 В пользу Клауднайт Блин Я посмотрел Что они его поставили Но не посмотрел Кому в сторону Это реально Троллинг От админов Вот отвечаю Просто Они решили Тролануть Типа А давайте Поставим счет А давайте А давайте Но не той команде Типа Ладно Бывает Да Я уже вижу Что бывает Ребят Счет Неправильный Сначала Мы 12 матчей Просили поставить Счет Они поставили Но поставили Неправильно Это Просто Забей А Я тебе говорю Мы сначала Объясняем 12 матчей Какой сейчас Счет Почему он Стоит А теперь Мы будем Объяснять Почему он Неправильный Стоит Я хочу Убивать людей Серьезно Почему Реально Почему в 21 веке Запрещено Просто убивать людей Просто Если тебе хочется Просто пойти И убить кого-то Ну вот почему Серьезно Я бы этого админа Пошел бы Взял бы Молотон Я не знаю Есть вариант Сделал бы Что-то очень Плохое С ним Мы бы тоже Недолго жили Ну вообще Да Если бы респаун Какой-то был Тогда можно А вот Если бы респаун Был А так Без респауна Это Как-то не круто Не круто Реально Прикинь Ты едешь Кому-то на ногу Наступил А он тебе взял Бошку отстрелил Да Или Прикольно Прикольно Или проб Отмечений Никто не вечен То что надо Ладно Продолжаем Наблюдать с вами Игру Итак Артизи В миде играет на Апогне Против Фаты На Эмбере Ппд у нас в инвизе На наге Будет пытаться поймать Бон Севен Это Ферстблат на низу Смотри Не Ну с Тайтхантером Трудно Хотя если рептайт Для теоретов Ферстблат Если рептайт То да Ну рептайт Гаш и убиваем Гаш и это много Минус армора И можно забирать Вот ничего не качает И вот Просто бить-бить Бон Севен Вот он гаш Вот он рептайт И Бобо Ну нет Не уйдет Не хватит Не хватит Я забыл что Навременно рептайт И сеточку то не дашь Это плохо В чате просто Я весь день пытаюсь понять Как проходит этот финал Ребята Короче Я уже объяснял Он тупо проходит Не старайтесь понять Как он проходит Ну вообще Вот Марчелло В твиттере писал И он был абсолютно прав Что Поколение это Молодое Забывает Основные основы Самые основы Дабл элиминейшна Если вы зайдете на Википедию Или просто в Гугл И напишите Дабл элиминейшн Вам четко напишет Полный формат проведения И вот этот вот формат Который мы видим здесь Это самый что не есть правильный Фул дабл элиминейшн То есть Какой смысл вообще Система проведения Дабл элиминейшн То есть Система двойного выбывания То есть Чемпионом становится Та команда Которая не проиграла Два раза за турнир То есть все остальные Проиграли по два раза Все Все очень просто То есть Если вы проиграли В верхней сетке Это первый раз Вы падаете в нижнюю сетку В нижней сетке Вы проиграете второй раз Вы летаете Все Единственная команда На турнире Которая не проиграет Два раза Она чемпион Вот здесь Собственно на данный момент До этого матча До сегодняшнего дня Клауднайн Ни разу не проиграли ЕГ проиграли один раз Ну и вот В прошлой серии ЕГ Первое поражение Клауднайн нанесли И в итоге Сейчас у обоих команд По одной По одной Проигранной серии У кого-то будет Вторая Поигранная серия Да? Артизи С помощью Пайлайдай Все спокойно Вот это вот Очень плохо Сейчас Лейга Потому что Ни в коем случае Нельзя Чтобы умирал Именно Артизи Потому что От него здесь Будет зависеть Многое Артизи Один из ключевых героев Которому нужно Получить седьмой уровень И идти пушить И идти таранить Вышки Иначе Что-то может Пойти не так Эмберспирит Раскачается Ты старик Пытался еще И Пайлайдай Курьера сажать Или у него Просто мани Находиться На чужой половине Ну вот В прошлой игре Он много Находился На чужой половине Ставится в арт И Пайлайдай И не может Дать стан Он понимает Что нельзя Давать стан Ни в коем случае Вот он Бо 7 Который Кстати Будет пытаться Убить Артизи Артизи Сейчас будет Смотри Смотри Что творит Вообще Артизи Лол Он просто Тупо пробежал Мимо Отпился И пытается Еще дать бласт Дал бласт И Пату тоже убьет Вот это жесть Еще сауи Вот это жесть Знаешь Вот иногда Знаешь Артизи убили И ты думаешь Все плохо А потом Команда противника Идет исправлять Боже Ты вообще Видел Что происходило Он вот здесь Дал первый бласт Поставил вард И он просто Пробежал Вот так Через всю толпу Запрятался Отпился И там Начал Нарезать Просто Артурка Артурка Что вообще Творить Что творить Саботами Уже полвышки Упало Это беспугны И без прочего Они просто идут И толкают Через анчерсмэш Крипов И бьют Ну и тут Пайлайдай Вынужден Выбегать Мешать Ауи Убивает У нас Юниверс Первый раз На Изилейне Фраг забрал Не Энви Наверное Это хорошо Ну хотя В начале игры Наоборот Вот Наверное Не больше На этом Фраг забрал Саппорт Чуть-чуть Получает Бустамо Получает Какие-то там Сапоги И так далее Он становится Гораздо полезней Намного Просто полезней И начинает Калечить всю карту Если конечно Это действенный Саппорт А Артуру Сейчас подарили Пятый уровень Если что Да у Эмбера Тоже пятый Но Эмбера Не забирали В ФБ Да И в итоге Артизи Имеет место 0-1 2-1 И еще Один ассист У него И прям То что надо Чувствуете Артурка Великолепно Артур Пирожков Так Опять заход Ну и тут Фурьон Залетает уже зря И без Фурьона Тут бы разобрались В любом случае Как только Как только Забегает Пайлайдай К тому же Он сейчас был на хосте Артуру конечно Тут не Не с доброва Да 3-3 становится Счет Это всего лишь Четвертая Точнее пятая Минута Дота Снова Очень активная Нага сирена Что есть Есть рептайд Второй уровень И сеточка Но надо Чем-то Сейвить Артура Артур конечно Крутой Но Когда на тебя Врываются 2-3 персонажа Это Супер экшен Такой не так уж Легко и сдержать Вот мы Идем у Фаты Шестой Артура Пятый И Еще и мясанул Сейчас по 3-пу Ринжевому Думает Блин Был бы уже 6-й левел Так нет Не пошла игра Да Немножечко Немножечко Совсем не пошла Ну вот Артур Пошел лиса Фармить Опять таки Тут бластами Особо этих пацанов Не пофармишь Фир Фир у нас Аркан тапки уже вынес 32 на 9 У нее крипстат Практически такой же Как у Энви на войде Конечно же Если в этой игре Дело дойдет до лейта Хоть до какого-то Минимальнейшего лейта Мы прекрасно понимаем Чем это закончится Ну тут да Неспорно Тут даже не надо Ничего думать Чем это закончится Потому что тут есть Войт И тут есть Эмбер Спирит Еще и Фурион Так что Как ты правильно сказал До малейшего лейта Как только игра Начнет затягиваться Что будут делать Ребята Я не знаю Но нет Есть надежда То что зай даст Блэкхофф пятерых всегда Потом рэвидж пятерых И так далее Это конечно все круто Но Это трудно Идут пушить вышку На ботом Надо забирать вышки Так чтобы Войт был Как вчера В частности Против команды ЕГЭ Был хвост На войде Уже опоздали Уже опоздали Я так скажу Да ну Войт уже взял Что и лаварат Изи В мини-де Никто его не сейвит И нет Есть сейв Все таки поставил Вард Бластанул И еще пытается Сейчас у Фаты Как больно Фати Фата еще не залетает Фата Фата Друг брат Борщ И Артизи еще и фраг забирает Понимаешь что на него Напали трое Трое И Пайлайдай здесь кстати остался Забыли про это Просто-напросто ЕГЭ И Артизи в итоге выживает На боделях Как любит говорить Товарищ Каспер А я думаю что они не забыли Они просто пошли сносить Очередной тавер Ну Может быть Поджог Четвертый бласт Рэвидж есть Блэкхол есть Идите драться 5 на 5 Да-да Давайте драться 5 на 5 Срать с эфир Там 1-2 тавра Сейчас забрать С бластами У Аркан Тапки У Фера есть Нужна вторая пара Аркан Тапков Обязательно А сейчас в Артизи будет наверное Да должны Да ему не хватает Буквально 50 зол Сейчас они накапывают Они идут дальше Они идут дальше Гаш в лицо Фате Бить вышку Прилетает сюда Фурион Трентайм И пытается забрать Крипов Он заберет Надо было конверсию Из них сделать Она только откулдаунилась Ну и что Вот есть катакой Ну и параллельно кстати Войт И Раста забирает Тауэр И вот будут пытаться Наверное сейчас ЕГЭ все-таки Как-то быстро забрать Т2 в миде И не отдать Т1 Потому что уже Здесь есть Юниверс Который уже пытается Как-то поразвлекать Энви Ну особо он развлекать Не может Опять-таки у него Все-таки Ликвидфайр в максе Минус вышка Да Ну Тауэр падает в миде Это третья вышка для ЕГЭ И сейчас надо лететь На вот на эту линию То есть на верхнюю линию Отгонять отсюда Заставлять его идти Куда-то Искать фарм И идти медленно Уверенно по этой линии И вот так вот Забирать Т1 Но они уходят на Т2 На ботами Тоже вариант Почему бы и нет И ловит бонус 7 Или нет Просто отпускают Зачем? Ну действительно Артизи кстати Не стал покупать себе арканы Он купил себе что-то другое У него так брейсеры Я понимаю появляется Ставится в арт Барабаны будет собирать Артизи А там ТХД ТХД сайспадом 5 уровня Он в принципе вышку Как-то но может защитить Да Он просто заплевывает Вот так вот И крипы уже уходят А там без крипов нечем кушать Ну типа да Войт бьет пока медленно Здесь падает очередной Это восьмая минута Это четвертый тавер упал Клауднайн даже не контестит Эти товара Появляется мека Появляется 2 700 у фира Нет это не будет даггер Он покупает кольцо Так А теперь думаем Рефрешер ли это Или вангвард Или пайп Или пайп 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 Ну с кольца что можно сделать Пайп Вангвард Рефрешер Это пайп Да Фир Видит Они хотят заблочить Вообще весь дэмэдж Это круто Они просто хотят Без проблем Идти И заходить на хайграунд ЕГ делают то Что они делали Вчера целый день То что они делали с Нави Они просто тупо Давят через ауры Так вот тут могут быть проблемы Очень хороший момент Сейчас надо убивать Артизи Артизи Закрыли Да ладно Где Тайтхантер Нужен Тайтхантер Заходит Фир Падает под купол Гоняют Артизи Артизи пока жив Но получает станы Будет ли реведж сейчас Реведж По троим Бонсевен Сгрызут крипы Пайлайдая Сгрызает У нас Фир Это гг Короче тут уже ничего не сделаешь Это просто гуд гейм И это при том Что они очень долго Убивали Артизи Я с тобой абсолютно согласен Тут очень тяжело Что-либо будет сделать Тут появился уже сейчас Пайп я так понимаю Это пока на хедреску Но после этого тавера Появится Пайп На 10 минуте Они ничего не могут сделать У них банально Не хватит дэмэджа Чтобы сбить Пайп У них сейчас Айзершок наносит 200 урона У них Стан Венги Наносит 250 урона Если они это дадут В один таргет Они собьют ему Пайп Но это еще не мека Которая уже есть У Энигмы И при этом все персонажи Очень толстые Там просто сходу Действительно Пайп у Фира Надо Курица просто Это все вместе И не принесет Места не хватит Вторую купить Вторую да С СМЖ и так делал Да никого на базе Нету просто Вот курица летит в магазин Потому что И по-прежнему Фир не может себе принести Тут поймали опять Артура Весь экшен идет в Артура Артур кстати Пытается не умирать Но там флеймгвард Пробить очень тяжело Это еще минус армор Долго жил Артур Очень долго кстати Но вышка на топе упадет Очередная Ну вот кстати ППД сюда зря приехал И ППД тут могут поймать и убить У него слип есть Его не поймают Не убьют А раз что через купол Да Т2 тавер падает Оставляет одного Зая на топе Летит Фир в мид Чтобы отдефить свой мид тавер Т1 тавер на нижней линии Тоже будут дефить ЕГЭ ЕГЭ ни 5 земли не отдадут Ну все таки Что там Да Зая убьют Да убьют Убьют Ну ворды потратили на него И он там еще и живет По прежнему И мягуч Да ладно Прикинь бы не прошел Башу выстрел Если бы он сейчас улетел Это просто Ну я не знаю Я бы просто встал бы и ушел На месте Клоднайн Тогда 10 тысяч денег 1000 эксплей Ну это понятно 6 тавров упали У ЕГЭ Есть битра у Джакира У ЕГЭ Есть 7 левел у Наги Аркан Тапки Также у ЕГЭ Есть Артизи У которого Аугер Клаб Что он вообще собирает? Просто ХП что ли? ХП возможно Это будет опять Как он называется Аганим Через Укриклаб Просто он сегодня уже такой собирал Ну может быть Или это будет БКБ Когда он такой собирал? А на первой В первой игре? В первой игре Курьер Ловит Бонус 7 Со всеми плюшками Засъявили Нет там только урна Только урна Ну и Бонус 7 сейчас за это поплатился Да Не ветра Вот он Артур И тут Макропира Ой-ой-ой-ой-ой-ой Как он в декрепифай Это асхарел В секунду И все Нет больше Это 2 таверов 12 минута Все Собираться Собираться идти и уничтожать Ну просто Клауд Найн Что надо делать? Клауд Найн Вот появился Мом У Войда У Войда Уже хоть что-то есть В отличии от Нави Вчера Где у них не было Абсолютно ничего У Войда Он дэмэджа Физически не мог наносить А Клауд Найн Надо как-то пытаться Максимально сплит пушнуть Вот надо забрать Как минимум этот тавер Может быть 2 Только не тратить варды Ни в коем случае Ауи Ну Энви улетает Он понимает Что тут Т3 Ну и вот что делать? Все, пласты пошли Ну все, пошли Нет глифа И ничего не могу сделать Четвертый навел там Ликвид Файра Да, четвертый навел Ты просто посмотри Как Тауэр падает Так а что? Ну конечно Угарит Пата подставился И перебить бараки Не надо, не надо Фиру идти Не надо, Фиру идти Минус вышка А Фир пакует У него Пайп У него Арканы 12 минут Вот он купол По четверым Отличный Пайп Сбоку слип Браво Просто браво И вот он Вот он слипчет Батак это ушел Ну почти ушел Ну как ушел Не, его добили Добили Пайлайдай тут тоже погибает Артизи делает Трипл хил Гуд геймлблейд Браво ЕГ Просто брависсимо И Зай дает победный Блэкхол В два барака Ивл Джинниус Выигрывает этот турнир Просто в таком стиле В котором я хотел бы Чтобы каждая команда Всегда выигрывала в доту Вот просто Всегда Вот это была шикарная дота Это была именно та дота Которую мы любим Которую мы всегда Просим Чтобы играли команды И команды Очень редко ее играет Ну это было Конечно просто Просто в кайф Смотреть Это было в кайф Комментировать И Ну я надеюсь Вам тоже понравилось Нет Дота была великолепная Да Огромный респект ЕГЭ Я еще раз отдаю То что И вчера И сегодня Они показывали Великолепную доту За Одиннадцать По-моему Да За одиннадцать игр Они проиграли одну Да За одиннадцать игр Они проиграли одну игру Сегодня у Cloud9 И это все Вот нам показывают Сейчас я вам включил Конкретно Ребят Из Cloud9 Вот идут они там Друг другу руки Пожимать Вы видите Какая феноменальная Сцена в Шанхае Действительно Действительно Очень круто Все сделали Но темно Только немножечко Поэтому плохо видно Вот видно Артизи Юниверс Пожимает руки Фате Фата Первый турнир В роли Игрока команды Cloud9 В принципе Успешный Потому что Гранд финал Турниров Китая Вот он PPD Который Пожимает руки Пайлайдаю Fear Который вернулся И сразу же Стал чемпионом Ну и целый стадион Народа Который конечно же Сейчас Поздравляет Команду ЕГЭ Которая Доказывает Что третье место На интернешнале Это было не Случайность И ЕГЭ на данный момент Наверное является Одной из самых сильнейших Ну сильнейшей Западной Командой мира Точно Но учитывая Все дисбанды В Китае Мы сейчас увидели Что ЕГЭ просто Сильнейшая команда мира Ну вот они Смотрите какой Артурка Улыбается так скромно Они все такие скромняшки Боже Что они такие скромные Они вчера так развалили Всех Сегодня так всех развалили Но это дурдом Вчера 8-0 Сегодня 4-1 12-1 ЕГЭ просто по трупам Пробежались И Стали чемпионами В ЭКО 100 тысяч долларов Они заработали Ну в принципе Если добавить Это к их призовому За третье место На интернешнале Где это тоже Почти миллион долларов Да был Где-то Сколько там было Да немного Роли Я не помню сколько Но там очень хорошие деньги В любом случае Тут дело даже Не в деньгах Я думаю То что ребята После интернешнл Вернулись Очень многие выбиваются Из колеи Надо как-то вернуться Заставить себя играть Когда ты ловишь Досадное поражение Посмотри какой приз Стоит и просто Фир смотрит на него И классно Камера только что взяла Ты смотришь стрим или нет? Да я смотрю стрим Но у меня походу Какое-то небольшое дилей Есть в стороне Стоит Может быть секунд 10 Есть А почему они не взяли Этот кубок Они просто постояли Возле него и ушли Не знаю Тяжелый Они его не смогут поднять И вот тоже интересная Такая сцена Мы видим Здесь не было Саундпруфа Здесь просто У каждого игрока Свои отдельные места То есть там Не один стол На всех Как в кабинках Увалывая Здесь у каждого игрока Своя отдельная Столик Ну что Ребят Это был чудесный турнир Под названием World Esports Championship Играли в нем 8 сильных команд Напомним всем Кто Я не знаю Как-то может быть Проспал Все что происходит И Не знают вообще Что мы здесь смотрели Напомним всем Что С 5 по 8 место Заняли LGD Gaming Na'Vi Hyperglory Team LGD Zdeck 4 место 8 тысяч долларов Заняли Newbie Чемпионы мира 3 место Вот это наши китайские Коллеги Которые сидят Со странной газировкой Оранжевого света И Которые тоже Устали немножко Комментировать Как-то странно Необычную девочку В середину сядет На этот раз посадили ее Справа Ну бывает Вичи Гейминг 3 место 2 место Cloud9 32 с половиной тысячи долларов Ну и 97 с половиной тысяч Долларов США Зарабатывает команда Evil Geniuses Ну что же С китайской дотой Мы Прощаемся ровно на 2 дня Потому что Послезавтра Старладер China Да Китайский дивизион Начинается уже Послезавтра И послезавтра Будет уже очень-очень Много матчей Но Это будет послезавтра Сейчас же Мы с вами уходим На маленькую паузу Маленькую Потому что Всего полтора часа Будет пауза Через полтора часа Мы с вами Встретимся опять На этом же На первом канале Будем смотреть Очередной Игровой день Десятый Игровой день Старладер Европа Будут играть У нас Сегодня 3 матча X-Game Против Нам везет Мы играем Матч недели Empire Alliance Ну и потом Team Tinker Альянс Это будет сегодня Завтра Завтра у нас Продолжается Старладер Америка Послезавтра Завтра Ну и Остается Остается вам Сказать Пока И через полтора часа Ждем на этом же канале Каспер И Адекват Будут для вас Комментировать эти игры До скорых Ребят Байбай